Если будет все плохо, то только не за... Ага, нельзя грустить. Хорошее пожелание. Не смеяться, да? А теперь как? А? Нет? Нет. Ну, пока вы куда-то... Пожалуйста. Куда, Влад? Спасибо. 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 Здравствуйте. Мы опять в нашем телевизионном пресс-пабе, где собрались те, кто сегодня утром прочитал газеты. И что-то в этих газетах, в статьях, которые там написаны, их взволновало настолько, что не то чтобы вызвало панику, но во всяком случае заставило взволноваться, а главное желание высказаться, а может быть желание услышать мнение других, что же действительно в этих газетах правда, что не очень и так далее, и так далее. Наша передача, а вернее заседание, очередное заседание этого пресс-паба так и называется. Только без паники. Наши телефоны 233-16-49 и 346-23-82. Ну и для тех, кто смотрит эту передачу не в Петербурге, код 812. Если вы хотите принять обсуждение в том, что мы сейчас будем делать, а мы будем обсуждать газеты сегодня, то я прошу вас звонить по этим телефонам. Если же вы сегодня не дозвонитесь, то целый час после этой нашей встречи телефоны будут работать, и мы ждем ваших звонков. Не только для того, чтобы услышать ваше мнение по поводу того, что происходит здесь сегодня, но и, например, для того, чтобы пригласить вас на завтрашнюю нашу такую же встречу. Так что звоните. Что же сегодня в течение часа здесь сегодня у нас произошло? Мы обсудили несколько тем. Вот некоторые из них. Я просто напомню вам о них, если вы уже читали, или расскажу вам о них. Это совершенно не значит, что сегодня мы будем о них говорить здесь. Но некоторые нас просто потрясли. Например, самый страшный убийца все еще жив, написал коммерсант. Оказывается, эпидемия туберкулеза грозит не только России, но и всему миру. Речь идет о пандемии. Дело в том, что штаммы туберкулеза присособились к антибиотикам, и мы оказались отброшенным почти в 19 век. В мире каждый год умирают от туберкулеза 3 миллиона человек. В России туберкулезом больны половина всех заключенных. Сказал, что вряд ли мы будем сегодня это обсуждать, но думаю, что если мы не успеем сегодня этого сделать, то сделаем это завтра. Голодные обмороки в школах. Невское время. Газета публикует информацию о проверке Генпрокуратуры Российской Федерации. За последние 5 лет среди малышей увеличилась в 20 раз частота заболеваний органов пищеварения на почве недоедания. Дети падают в голодные обмороки и из школьных столовых воруют продукты. Социальные пособия компенсируют лишь 15% прожиточного минимума школьника и 8% прожиточного минимума дошкольника. Жутковатая картина. К сожалению, тоже, так сказать, по всей видимости, мы это сделаем, может быть, послезавтра. Нижегородские свиньи очумели от недоедания. Сегодняшняя комсомолка. Зараженную чумой свинину пустили на приготовление вареной колбасы и костной муки. Мука идет в корм животным. А, как известно, британские коровы стали болеть бешенством именно после того, каким стали скармливать костную муку из больных другими болезнями животных. Серьезная, серьезная сегодняшняя статья в комсомолке. Но, опять же, как подходить ко всем этим сообщениям? Наверное, нужно подходить к ним без паники. Но как? Наверное, надо разобраться. Разобраться, вот, например, в нашем пресс-пабе. О чем сегодня речь? Санкт-Петербургские ведомости. Дом, в котором болеют все. Это статья об открытии синдрома плохого дома. Синдрома, который сказывается на настроении, психике человека и так далее, так далее. То есть, помните такое выражение? Плохой дом. Вот об этом мы сегодня и будем говорить. Еще раз повторяю наши телефоны. 233-16-49-346-23-82. Извините, вы когда-нибудь слышали понятие плохой дом? Слышали, конечно. Что это значит? Да вы знаете, я в это не верю. Плохой дом. Нет такого. То есть, вы за свою жизнь никогда не ощущали себя неудобно, некомфортно в каком-то месте, не понимая этого причин? Нет, чувствовала. Но только из-за людей. Есть плохие люди, но не плохой дом. Плохие и хорошие люди. Плохие и хорошие люди, но не только плохой дом. Так. Вот говорят, что есть эти геопатогенные зоны. Об этом мы будем вести речь сейчас. Не знаю. Если вы прочитали это в газете, то да. Да, вот я здесь и прочитал насчет геопатогенных зон. Вы знаете, мне кажется, что они... Лично, Владимир... Жуков. Жуков. Да, вот лично вы. Что по этому поводу думаете? Лично вы? Я думаю, что если бы такие зоны существовали, у человека вырос бы какой-то орган для их определения. Если бы они были жизненно важны. Поскольку у нас этого органа нет, наверное, все значительно проще. Человеку надо подучиться, поменять жену, поменять дом в конце концов. Тогда ему будет легче. Так, секунду. Меня действительно очень интересует вот что. Ощущали ли вы себя когда-нибудь вот так дискомфортно в определенном месте? То, о чем, собственно, написана газета и то, о чем мы только что говорили? Нет. Нет. Ощущала, но не в том плане, что... Ну, как бы я понимала, что мне не нравится именно отношение ко мне, например, в этом доме. Или мне не нравится какая-то обстановка в этом доме. Чисто вот именно отношение ко мне людей, отношение людей. Мое отношение к людям. Так. Да, я такое ощущаю. Ну, мне вообще всегда везде хорошо вообще. Отлично. Я знаю, что вы спортсмен. Скажите, пожалуйста, ваше отношение к этому? Ну, по всей видимости, могут повлиять даже чужие вещи на дискомфорт. Допустим, теннисисты, как правило, неподданный мяч, ну, первый, допустим, он идет в аут, его откидывают. Если мы мальчик, то есть, как он называется, болл-бой, подкинут его снова. Они его откидывают в сторону, достают из кармана второй мяч и подают его. Ну, некоторые делают и двойные ошибки, что не скажешь о Беккере. Понятно. А вот насчет котов. Я знаю, у вас кот, которого вы пустили прежде, чем войти в квартиру. Это зачем? Ну, это за тем, что есть такое народное поверье. Когда пускаешь кота в квартиру, он должен определить вообще... Животное чувствует место. У меня кот орал, визжал. Мы искали квартиру. Он просто сходил с ума и рвался к выходу. Я понимаю... Значит, все-таки такие дома есть? Да, такие дома есть, к сожалению. На моем собственном опыте я как бы убедилась, что да. Был в жизни такой случай, когда мы жили в квартире, в которой просто периодически за какой-то короткий промежуток времени пропадали люди без вести. И повторялось из года в год это... Вас это коснулось лично? Да, лично меня это коснулось, к сожалению. Спасибо. Звонок. Прежде, чем я послушаю, кто говорит, у меня большая просьба к вам. Если в вашей жизни происходило нечто подобное, и вы чувствовали себя некомфортно, а то, может быть, и заболевали в каком-то конкретном месте, в доме или в избе, где угодно, пожалуйста, позвоните нам. Мы ждем ваших рассказов. А сейчас телефонный звонок. Пожалуйста, говорите. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Ирина Константиновна с юга-запада. Так. Вот в нашем доме мы заметили, что на протяжении уже многих лет определенные болезни, что ли, женские, такие типа кровотечения, не только заметили у женщин в возрасте, что даже у молодых. И как-то это вот навело на мысль, ну что это, почему вот так вот с последнего до первого этажа и в нашем доме, в наших парадных женщины болеют этим. И тоже наводит на мысль, что что-то здесь, ну не совсем так. Спасибо. Спасибо. Еще истории. Если еще истории нет, мы сегодня сделали вот что. Мы сегодня пригласили сюда, в пресс-паб, как и будем, наверное, делать всегда, человека, который был героем этой статьи. Можно к вам? Это Эрик Иосифович Слепян. Вот то, что мы сейчас сделали, скажите, пожалуйста, Эрик Иосифович, дополнило ли то, что вы говорите в своей статье или нет? Мне бы хотелось, прежде всего, обратить ваше внимание на то, что проблема синдрома большого дома, плохого дома, она исследуется в Ленинграде уже не один год и многими организациями. Это первое. Второе. Извините, давайте перебьемся на одну секунду, слушаем вас. Да, пожалуйста. Да, алло, здравствуйте. Да, да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я хотела бы разговор повернуть, я не знаю, какая передача существовала, не знаю, дочка смотрела. Были данные по Москве, когда, допустим, в одном доме регистрировались, то есть в одном районе, в детской поликлинике регистрировалось рождение детей пятерых, допустим, без ручки. Или в одном из домов, или по всей улице 100 случаев рака за год. Короче говоря, сами родители на это обратили внимание, и есть такие, целая передача была, посвященная разным домам, разным улицам в Москве. Там фонят какие-то предприятия, которые делают выбросы. Спасибо. Вот давайте прямо с комментария этого и начнем. Значит, второе, на что хотелось бы обратить внимание, что возникновение синдрома плохого дома не обязательно повинны геопатогенные зоны. Объясните, пожалуйста, для всех, что такое геопатогенная зона? Геопатогенная зона, так как сейчас определяют это понятие, это та территория земной поверхности, в пределах которой, в пространстве которой, сказывается то, что находится далеко от поверхности земли под нами. Скажем, разломы земной коры, потоки всевозможных химических соединений, которые из этих разломов и по иным путям проникают на поверхность. Ну и многое другое. Но главная, конечно, причина заболеваний, которые могут возникнуть в домах, это не геопатогенные зоны. На мой взгляд, я полагаю, что со мной согласятся многие. А то, где находится дом, в каком окружении, промышленном или ином, из каких материалов он построен, какие материалы использовались для того... Вот возьмем конкретно эту телестудию. Телестудия на ЧПГ на 4. Вот здесь, я не знаю общую продолжительность, протяженность коридоров и всех помещений, но я точно знаю, что, например, в Останкино 22 километра вот этих самых коридоров в Останкино, они с двух сторон, снизу и сверху, заполнены полуметровым слоем высокочастотных кабелей. Не только высокочастотных, но и самых разнообразных. То есть люди, которые, в том числе и я, проработали там почти 20 лет, мы находились вот 20 лет в этом. Это плохой дом. Безусловно, в прошлом году мы провели... Я понимаю, мы в прошлом году провели даже специальное совещание, посвященное значению электромагнитных полей и полей статического электричества, возникновение заболеваний у организмов и у человека в том числе. Это одна сторона. А если обыкновенный дом, ну просто вот крупнопанельный обычный блочный дом или там кирпичный, там нет ни проводов, ничего обычного. Понятно. Это почему? Там могут быть древесно-стружечные плиты, из которых выделяются, например, опасные химические соединения, например, тот же формалин. Там могут быть такие вяжущие средства и такие пигменты, которые... Понял. То есть плох... Да. ...тяжелых металлов. Там многое может быть. Понятно. Звонок, пожалуйста. Одну секунду. Пожалуйста, звонок. Алло. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы жили на непокорённых шесть, и у нас был интересный случай. Сгрожного. Когда переехали в общежитие, мы, значит, там расставили мебель, ну и ребёнок, когда ложился спать, он всё время просыпался, потом с головной болью. И меня это заинтересовало. Значит, потом, через некоторое время мы купили собаку, и собака любит спать в постели, но категорически отказывалась спать в том месте. И когда я услышала про эти зоны, я действительно переставила кровать, и у нас, в общем-то, головные боли прекратились. Спасибо. Вот сейчас мы как бы затронули одну часть этой проблемы. Я имею в виду, ну что ли, коль мы говорили с учёным, академиком, то рациональную часть. Я иду к другому нашему замечательному гостю. Я прав? Ну, конечно, как замечательный, но как гостю, да. А есть ли в этом нечто иррациональное? Что именно иррациональное? В чем в этом? В том, что вот есть плохой дом, так сказать, часть, ну, вот объективных вещей, провода, плохая планировка, близко до завода, там, или ещё что-то. А мистическое в этом? Есть вот храм Христа Спасителя на плохом месте строится. Что такое плохое место, плохой дом? Плохое место – это действительно там, где человек или животный плохо себя чувствует. Только поэтому они называют плохим местом. Это естественно. И действительно исследование, а я специалист в области информационного взаимодействия человека с окружающей средой на приборной базе. Так вот, наше исследование показывает, что воспринимается изменение, вообще-то, как неких сигналов. И не было ли, извините, у вас таких возможностей, допустим, проверить, плохой или хороший дом до того, как его, например, осветил православный священник и после того? Сразу говорю, не было, естественно, конечно. Очень жаль. Очень жаль. Извините, давайте послушаем звонок. Пожалуйста. Слушаем вас. Алло. Да. Можно говорить, да? Пожалуйста, только без паники. Здравствуйте. Вот знаете, я вот как раз по этой теме, насчет вот мистики. Все дело в том, что я и до сих пор живу именно в таком доме. И здесь мы проживаем уже 8 лет. Раньше мы жили на Кузнечном, а сейчас переехали на Энергетиков. Прекрасную, огромную, трехкомнатную квартиру. Были рады и так далее. Но здесь мы все переболели, хотя раньше никаких вообще даже заболеваний не было. Ребенок родился исключительно здоровым. Сейчас у него бронхиальная астма. Муж спортсмен, но сейчас страдает. Ну так он держится и так далее. Я уже трежда лежала в больнице, мать вообще из больницы не выходит. Вот как хотите. Но я считаю, что это исключительная мистика. И я действительно хочу как-то обратиться к священнику, чтобы или освятить дом, или просто уже тогда менять квартиру. Жить-то надо. Спасибо вам большое. Дай вам Бог, чтобы это все у вас прошло. Вот что делать с этим? Что делать, надо посмотреть, во-первых, если, конечно, это было возможно, а что там такое, это раз. А надо воспринимать как факт. Раз человек говорит, что... Вот вы понимаете, что сейчас вы как бы приговор, так сказать, делаете. Вот вам плохо, у вас болеют дети, вы сами больны. Но надо воспринимать это как факт? Нет, как факт сам, что дети болеют именно на этом месте. А что делать, можно одним словом не сказать. Но есть действительно возможность разрабатывать и фильтры. Сейчас, секундочку. К тому, что делать и как избежать этого, или хотя бы снизить этот самый эффект, мы чуть позже. Потому что я подхожу еще одной нашей заметной гости. Первый раз вы у нас, Валентина Михайловна. Нет, я уже снималась. Как-то, ну, вашей передачи нет еще. Ну, мы всего в третий раз в эфире. Да. Так вот, к этой теме, прежде всего, как вы относитесь? Стоит ли занимать эфирное время об этом? Я даже очень рада, что меня пригласили. Потому что на всех моих выступлениях, даже если зал был у меня в Москве 1300 человек, я все равно рассказала об этой зоне. Перед вами сейчас 50 миллионов. Очень хорошо. Очень хорошо. Давайте будем экономить их время. Пожалуйста. Да. Так вот, я считаю, что, конечно, геопатогенные зоны приносят очень много зла. У меня уже очень большая статистика, когда люди потому и болели, и некоторые умирали. Просто мне не удалось им уже сказать об этом, что они болеют, потому что спят на этих зонах. У меня статистика большая. Да, именно из этих зон. Да, все, что говорили товарищи предыдущие, я согласна с этим. Валентина Михайловна, вот это место, где мы сейчас находимся, вредное, плохое, честно? Нет, я могу просто найти эту зону. То есть она в любом случае существует? Да, конечно, через каждые два метра почти. То есть в общем и проблемы-то нет. Ну, коль мы все равно через каждые два метра... Пошли листочек вот этой фольги и все. Поехали. Давайте посмотрим. Пожалуйста. Что вы будете делать? Вы только объясняйте, пожалуйста. Можно мне тоже взять? Да, конечно. Так. Расслабьтесь как следует. Ну, это после передачи. Нет. Вы для того, чтобы найти зону, вы должны очень расслабиться, Володя. Хорошо. Да, вот идем. Вот надо только снять эту бумажку, а то там уже не реализована. И давайте вот пойдем. Расслабились. Вот так вот руку выставили. И задаете вопрос себе. Все надо себе задавать. Не дяди, не тети, даже не господо. Себе надо задавать, да? Вот. И смотрим. Попробуем найти здесь зону. Предположим, мы хотели бы кровать здесь поставить. Или она уже стоит. Ну, вот все, идем. Очень расслабленно. Так, идем, 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 идем. Вот видите, гаечка, только расслабились. Спокойно идет. Так, и вдруг она начинает. Вот смотрите, почему начинает она крутиться, вы не знаете? Простите, а можно не со мной это делать? Вот вы не верите в то, что есть такая вещь, как плохие места, плохие дома. Возьмите-ка вашу вот эту гаечку и... Вот она зона. Это здесь чего-то плохое, какой-то минус. Сейчас мы проверим. Если здесь это зоно... ...против часовой стрелки. Что-то не очень... Не очень вибрирует. Расслабиться. А я, а я, извините, я очень спокойный человек. Так, вы пока проверьте, проверьте еще раз, я вам сейчас прошу расслабиться. Есть телефонный звонок, да, слушаем вас. Говорите. Алло, это можно, да, можно? Да, пожалуйста. Алло. Да, да, Владимир Макусев, да. Вы знаете, я хочу рассказать про кошку. Когда мы переехали в новый дом, мне дали котенка, очень хорошего, он такой, от воспитанной кошечки, все. Я принесла его в дом, он так орал, и ветер щетенился, но я его не выпустила. Я просто хочу подсказать, что у меня такой случай был, а мне потом сказали, в таком случае, когда кошка не хочет жить дома, ее срочно надо выпустить в дверь. Она вроде бы как уносит с собой вот эту дрянь. Ну, то, что там черная. Потом вот Фальтина Михайловна, как раз, научилась этой гаечкой, я ей воспользовалась и нашла эту яму, дыру в нашей квартире. Причем я проверила три этажа, от девятого и по первой. И там, где мне разрешили походить с этой гаечкой, и во всех местах, то есть в этих местах, на всех этажах действительно оказались эти ямы. Понятно, спасибо. Я провожила фольгой. Но, вы знаете, у меня в семье нет покоя. Это во-первых, и потом у меня сын очень болеет со спиной. И мы сколько уже не пытались где-то его лечить, пока не помогает. Спасибо вам. Спасибо вам, прежде всего, Валентина Михайловна. Спасибо. Я думаю, что надо поблагодарить Валентину Михайловну за конкретную, конкретному человеку. Вы чуть-чуть поверили в то, что существуют все-таки эти зоны? Я знаю, да, верю. Верите? Так, уже все-таки верите. Спасибо вам большое. Валентина Михайловна. Мы обязуем, чтобы никто не стоял здесь. А вот, это главное. Вот сейчас это главное. А что, собственно, делать вот людям? Отойдите от зоны. У меня такое ощущение, что я сам, это зона, да. Это же просто очень. Конечно. Что вы сделали? Объясните. Что вы сделали? Я положила фольгу, которая отражает эту зону. Так. Это, естественно, это же очень просто. Это не я придумал, это придумал алгарский врачеватель Иван Йотов. И я уже сотни людей спасла от того, чтобы они дома-то уже не болели. Еще раз объясните тогда, что делать, если четко понятно, что вот плохо, но плохо в доме? Ну что, если это плохо из-за того, что там зона, то надо положить фольгу. Фольгу в то место, где это... Да. Где вот особенно. И сколько она должна лежать, эта фольга? А вот до тех пор, пока эта зона не пойдет в другое место. Потому что зона имеет обыкновение передвигаться, как и дома, как и земля. Ага. Спасибо. Спасибо вам большое, Валентина Михайловна. Спасибо, да. Мы не поблагодарили еще, знаете, кого? Мы не поблагодарили Грибоедова. Он в своем «Горе от ума» писал, дома-то новые, а предрассудки старые. Конечно. Конечно. Спасибо Грибоедову, если он видит. Я даже на себе эти вещи почувствовал. В молодости-то это было почти там несущественно, а потом почувствовал. Так я вспомнил, как от таких вещей защищались древние китайцы. Вот почему у них крыши барашками на концах. Таким образом, они считали, что вот от данной зоны отгоняются все там нечистые духи. С одной стороны. И специальные люди, геоманты, определяли, где человек должен строить дом, или где вот опять же культовое сооружение типа базилики. Ну и казалось бы, да, в этом вроде бы так, вроде ничего рационального. А потом, когда почувствуешь на себе, понимаешь, что, очевидно, и в те далёкие времена уже были люди, которые определяли зоны наибольшего экологического благоприятия. Спасибо. А вопрос академику. Вы как убрали эти самые страшные зоны в своей квартире? Я просто пока ещё своей квартирой мне не занимался, поскольку живу в коммунальной. Ну вот простой такой российский академик, правда? Зачем далеко ходить в Китай? Ведь известно, что на Руси для строительства городов и домов выбирали всегда возвышенные места в противовес болотам, с которыми всегда было связано что-то такое таинственное, вот какие-то мёртвые, болотистые места. Если говорить о Петербурге, то он практически весь построен на болотах. Так чего же удивляться, что у нас люди болеют? Ну всё-таки оно высыхает, да. Хочу добавить, что синдром плохого дома чувствуют не только животные, но и растения, потому что они тоже начинают желтеть, попадать листья, то есть это чувствуют все живые организмы. Понятно, но мы сейчас бы как бы перешли вот к той части, очень важной для меня, да, Валентина Михайловна? Потому что от нас ждут всё-таки, в общем, как-то, ну, чтобы эту панику снять. Так что вообще, каждые два метра никуда вообще не скакнуть. Почему найдите и положите эту бумажку, эту фольгу? Ну, представляете, во что превратится, например, я не знаю, ну, зал какой-нибудь дворца? Да нет, там, где мы спим, где отдыхаем расслабленно всю ночь, туда и надо положить. А пока вы ходите, ничего особенного. Эти зоны не влияют на вас. Ну и в туалете нам надо. Да. А насчёт, а насчёт вот того, что город стоит на болоте, дело в том, что наш город стоит ещё на глинах. Они сами по себе всё снимают, даже радиацию. Поэтому мы ещё с вами живы и ещё не помер. Поэтому Петербург самый комфортный город в мире. Я считаю, что надо помещение там, где не бесконфортно, так сказать. Там надо осветить святой водой, и будет всё хорошо. Вот ведь это об этом. Извините, что я... Понимаете, вот вы почему-то странно отнеслись к тому, что ведь можно осветить эту самую квартиру. Можно, но я... Вы почему не изучали эту возможность? Потому что я к религии отношусь спокойно, с уважением, но это не мой вопрос. Понятно. А ваш вопрос? Что делать? Я думаю, что нужно, во-первых, элементарные требования соблюдать просто по экологии. Вытирать пыль там, где это нужно. Не стелить синтетические покрытия на полы. А если они дешевле, чем несинтетические? А денег нет? Оставить деревянные полы, просто деревянные. Это будет гораздо здоровее, и никаких зон не будет. Понятно. Только без паники надо вытирать пыль. Секундочку. Вы знаете, у нас был дом в велье, в экологически чистом районе. Мы купили после того, как человек покончил жизнь самоубийством. Через 15 лет у нас двое детей сгорело. Господи, мы вроде, так сказать, пришли к тому, что... Вы не изучали. Да. Хорошо. И? А по-моему, вообще не надо искать никакие мистические зоны. По-моему, надо следить за тем, что где дома строят вообще, чтобы они были, не знаю, на чистой земле, а не где свалки, извините, пардон, или кладбище. А знаете ли вы такое место у нас в стране? Да не знаю, хоть и вот. Понятно. Спасибо. Я считаю, это зависит еще тоже от квартиры. То у меня на моей площадке, например, находится квартира, по которой постоянно умирают люди. То мать умерла, то отец умерла. Сейчас вот, по крайней мере, никто. Но от квартиры тоже зависит. А квартира какая-то проклятая. Я считаю, надо священника. Нужно обязательно приглашать священника, как делала это испокон веков на Руси. Понятно. Спасибо вам большое. Наша передача подошла в передачи. Наш замечательное сидение в пап-клубе на сегодня закончилось. И, как видите, даже такая сложная проблема, которую мы сегодня обсудили, может закончиться всего лишь тремя словами. Только без паники. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok